всем привет добро пожаловать на наш подкаст вернувшийся миссионер меня зовут дмитрий никифоров и я вас приглашаю поучаствовать в этом подкасте послушать наших гостей здесь мы будем говорить про миссионеров церкви иисуса христа стих последних дней и про миссионерскую работу будем приглашать разных гостей ребят которые отслужили на миссии вернулись домой и хотели бы вас с ними познакомить и у нас сегодня есть гость но прежде чем мы перейдем к нему я хотел бы немножечко рассказать про миссия миссионерскую работу право миссионеров когда молодым людям исполняется 18 лет а девушкам 19 то они могут поехать на миссию от парней дождается а девушек это не ожидается это их их выбор они могут если хотят парни служит два года девушки полтора и не знаю куда они поедут куда их отправят туда за и отправят то есть такая очень интересная интересная вещь загадка на куда куда ты поедешь и ребята может быть вы их видели в белых рубашках ходят с черными табличками подвое обычно носит с собой синенькую книгу на которой золотыми буквами написано книга мормона и останавливать людей на улице разговаривать с ними сейчас наверное в век технологий использовать больше также технологии рассказывать людям онлайн вот так же через зум или другие технологии рассказывает о церкви о боге так далее и в общем сейчас насчитывается примерно 55 тысяч миссионеров которые служат в разных странах мира говорят практически на всех языках мира и вот такая вот история с миссионерами сегодня у нас в гостях один из таких вернувшихся миссионеров никто иной как михаил лусанов миша привет 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 да меня уже представил дима язотмиша я родом из томска это сибирь если кто не знает и я служил московской российской миссии служил я с 21 года по 23 и ну вот сегодня узнаем что было новой миссии да мы очень рады что ты согласился быть нашим подопытным кроликом первый первый человек который согласился с нами побеседовать спасибо тебе огромное хотел бы чтобы немножечко рассказал о своем бэкграунде в церкви как ты оказался церкви иисус христа с последних дней расскажи нам про свою семью если тебя братья сестры и как вот ты готовился к тому чтобы поехать на миссию что тебя подготовила уж бэграунд церкви на самом деле я в церкви с детства просто по той причине что моя мама крестилась еще в девяносто восьмом году и и как скажем две наши квартиры постучали такие миссионеры да каким был и я они постучали она им открыла на их послушала и в итоге поняла что ну это истина тыс не церковь надо креститься и в девяносто восьмом году она крестилась я родился 2001 году так что всегда как всю мою жизнь я был в церкви и но это моя жизнь скажем так вот я естественно не один семье у меня есть сестра отца у меня к сожалению нет вот но мои страны кстати на данный момент она сейчас служит тоже на миссии и сейчас то вы может потом затронем эту тему часто очень интересно как красивые какие миссии еще есть если они есть так что да у меня есть мама моя сестра к турмашина два года и соответственно я как я решил поехать на миссию вопрос хорош на самом деле я не совсем понимаю до конца как так произошло я думаю это части как влияние моей мамы часть влияние в целом миссионеров которые служили нам из которой мы общались но давайте начнем с моей мамы моем поскольку она не поехала все время на миссию она очень сильно очень сильно в этом жалела и поэтому она всегда говорила что мне что мы сестре она говорила что езжайте на миссию ван это будет большим благословением для нас вот посмотрите на меня как моя жизнь сложилась и надо ехать наверное вот но еще очень большой скажем частью моего решения почему захотел служить это наверное то что мы постоянно тусовались миссионерами реально то есть они были фактически нашими друзьями в приходе и но мне было приятно смотреть на них что они делают и когда я видел миссионеров которые служат другим людям и какие они все крутые и но я очень хотел быть таким же свое время я хотел стать так как они и собственно наверное желание зародилось мне очень давно я просто всегда знал что я поеду вопрос был только когда вот так что свое время когда я поступил в университет об этом еще другая история конечно я поступил университет на первый курс в томске государство университет и почему-то в тот момент я почувствовал что все надо собирать документы почему-то именно после того как я поступил надо было внезапно собирать документы обычно как но люди наоборот делают то есть кому-то нам было в армии кстати в армии надо было служить в этом скажем повезло не повезло я не знаю но ускорила твой процесс как был поливом и процесс но вот я знаю многие люди они скажем служили в армии сначала потом они ехали на миссию то есть и спустя только три года получается тогда поступали в университет если у меня кто вообще все очень странно получилось и но при этом я сейчас понимаю почему именно так получилось на самом деле вот именно никак иначе а именно вот так как оно и должно было быть вот интересно у меня тоже похожая ситуация тоже пошел в университет только потом в университете может быть потому что не хотел учиться или не туда поступил или не было такого ощущения ну что это за чувствуешь к расскажи потому что вроде как от парней ожидается что они будут служить и как то то есть ты говоришь что не было вопроса служить или не служить был вопрос когда как вот он вот этот вот вопрос как он на твои плечи лег как ты ощущал что тебя толкало хороший вопрос по поводу давайте начнем с университета на самом есть отчасти доли правды я поступил не совсем туда куда я хотел я хотел вообще быть программистом и развиваться в этой сфере либо там сфере видеомонтажа что я люблю видео и так далее но получилось так что когда я выбирал направление куда мне поступать был какой-то четкий ответ что мне надо поступать именно в тгу на радио физический факультет и на самом деле выбора у и пойти в универ один который в целом был связан с программированием это было новое там направление и в целом все должно было быть отличное на другой чаше весов скажем так был универ который достаточно престижный но направление там не совсем такое интересное лично мне казалось на не совсем интересным я молился и учил учетки ясно радиотехнику ну там на радиофизику пойти и когда я уже поступил все вроде было здорово но почему-то было ощущение что надо пора пора собирать потому что я отчасти понимал что если я сейчас не начну собирать документы если сейчас не поеду это значит что мне придется отучиться четыре года затем только затем нужно ехать на миссию да я потерял бы как мне казалось тогда и сам я так сейчас тоже считая потерял очень много времени ехать на миссию как в раннем возрасте ехать на миссию уже когда тебе мне было бы 24 мне было бы где-то примерно так король 23 еще учитывая то что ты думал что ты выбрал правильное направление но сейчас ты понимаешь что скорее всего она была не совсем правильно да то есть ты бы закончил университет и понял что но это не совсем то что ты хотел бы делать миссию тоже немного помогает расставить в жизни приоритеты немного другим образом да ну и да и нет на самом это все неоднозначно потому что выбор да был правильный нравится ли мне эта сфера я бы сказал наверно да больше чем нет вот но все но это как не прям самую любимую чем захотелось уже заниматься естественно но забегая вперед я скажу так что до сюда наверно еще в порядку пойдем просто я собрал документы в течение того года мы там сделали все необходимые медицинские документы так далее и получилось так что мне университет это было чудо на самом деле я буду с другими с ними общался никому обычно так не делали мне дали академический отпуск на два года зачастую это дается только на один год и это была большая такая редкость и я скажем но это было такой некий не то чтобы шок я сам когда готовился ко всему этому я знал что все будет нормально все будет по плану комнаты меня было волнение но просто когда я осознал в конце потому что блин а ведь реально на два года не дали просто просто вот так вот и поэтому я поехал на месте и я знал что когда вернусь я смогу продолжить мое обучение но все сложилось немного по-другому я служил в московской миссии и получилось так что буквально за месяц до конца моей миссии я понял что нужно переезжать и молился было множество скажем скажем побуждение так было множество вещей которые мне притягивали сюда в москву то есть я сейчас живу в москве а если точно где же в зеленограде вот получилось в общем так что когда я понял что надо переезжать я спрашивал в этом бога если он не против он сказал да делай что хочешь получилось просто так что здесь университет который был в зеленограде достаточно престижный тоже направление которые были доступны для перевода на второй курс без потери одного года были только на радиотехнике которая абсолютно была идентична то есть там первый курс фактически идентичен так моему курсу в моем университете и пазлы пазлы сложились все же пригодился мое решение каком-то 2018 или 19 году она повлияла на мою жизнь сейчас это прям но очень круто на самом деле то что когда мы следуем побуждением духа мы следуем за богом то вот какие-то такие невероятные вещи происходят дальнейшем кстати очень классная идея потому что мне очень нравится то что бог он не создает из ничего что-то он использует то что есть и делает из этого конфетку обычно то есть он он использует наши слабости он использует на наши ошибки на то чтобы нас научить чему-то и чтобы мы могли стать более мудрее чтобы мы могли оглянуться назад и увидеть его руку что на самом деле на протяжении всего пути был с нами это конечно очень круто потому что нет нет такого ощущения что вся моя жизнь это было просто трата времени до того времени как я решил там следовать за христом нет он все что было да он использует чтобы ты мог чему-то научиться то очень круто слушай интересно вот ощущал ли ты давление со стороны руководителей церкви со стороны вот мамы то говоришь да как бы они тебя толкали на миссию чувствовали ты что там тебя ты не найдешься девушку после чтобы жениться на ней там так далее или это только вот в юте такие такие проблемы есть слушай я даже не знаю на самом деле я наверное может и был давление но сейчас я бы не сказал что что-то было такое мне кажется что поскольку все знали что я поеду я в целом был не против поэтому я не ощущал давление то есть никто меня не заставлял то есть никто там не знаю все кто так вот ушло ты сам же сам себя заставлял фактически да но в целом как моя жизнь до миссии была такая что я просто плыву по течению миссия ты был еще скажем один такой шаг который ну это будет я просто знал что это будет и я даже не знал чего ожидать но вот тогда такой вопрос если это было для тебя чем-то таким само собой разумеющимся что все ребята едут на миссию когда произошло в твоей жизни вот это перерождение когда ты почувствовал что ты не просто по течению плывешь от что ты стал делать это потому что ты это хочешь делать миссионерская работа имеется ввиду и ты почувствовал себя обращенным в евангелие был такой момент какой-то или ты все же тоже постепенно было я думаю и произошел какой-то момент и все это постепенно было вообще на самом деле когда я приехал на миссии я просто понял что блин если я сейчас не поменяюсь то я уже не поменяюсь никогда потому что на миссии немного проще поменяться в том плане что мы как миссионеры мы уезжаем куда-то далеко или недалеко неважно то есть мы куда-то уезжаем на два года или полтора и при этом нас нет никаких родственников нету которые могли бы нас там поддержать у нас есть только вот напарник при миссии то есть и в целом и все и такие моменты когда ты вот на миссионерском поле ты понимаешь что но расслабляться больше нельзя то есть надо двигаться куда нужно что-то делать и я помню в самом начале вот этот миссионерский огонь который был я он повлиял скажем не только на миссионерскую деятельность которая была у меня в начале и в последующем он также повлиял на то чтобы я стремился развивать свои личные качества то есть стремился к чему-то более высокому нежели то что у меня есть сейчас и во многом вот этот вот огонь я его старался сохранять и получилось так что за два года ну я скажу что я очень сильно поменялся то есть мне по крайней мере хочется в это верить и это естественно как не не без бога произошло я думаю бог играл невероятно важную роль моем становлении тем кем я играю сейчас потому что именно он скажем ставил меня в такие ситуации которые способствовали моего развития когда я осознал то что я обращен наверное уже примерно под конец миссии я думаю моя цель миссии какой-то момент благодаря одному из моих напарников который сказал что причем там такая ситуация была что это было вообще я даже не помню разговор он просто чем-то говорили и он внезапно сказал о том что он спросил меня вроде то есть понимаю ли что такое искупление иисуса христа я сказал принесу что я не знаю и он говорит давайте надо узнать потому что те меры которые не осознали что такое искупление христа считая не потратили там два или полтора года своей жизни пустую и я тогда просто блин вау а ведь реально надо осознать это было скажем таким толчком это произошло примерно не помню 8 месяцев был когда я на миссии и 100 момент я прям старался стараться узнать и узнала только это типа я приблизился хотя бы что понять искупление но это практически невозможно мы не можем охватить и понять все это что сделал спаситель для нас но я смог хотя бы приблизиться к этому именно к концу следующий вопрос задать по поводу как раз таки напарников не так часто в жизни я думаю что вообще никогда в жизни и у тебя них не будет такого что ты с кем-то 24 на 7 находишься вот как это было для тебя какой как этот опыт на тебя повлиял что ты с каким-то человеком находишься 24 на 7 это хороший вопрос я на самом деле не знал чего ожидать от миссии кроме вот одной вещи я по какой-то причине когда поехал на миссию я не знаю почему я понимал что сложность который возник на миссии скорее всего будут связаны с тем что надо будет как-то ладить с напарником и так оно и было на самом деле это основная сложность такая миссии в том что вам реально нужно вдвоем работать вместе потому что если вы не будете работать вместе то и работа никуда не будет идти и когда тебе нужно идти на скажем какие-то уступки нужно принимать позицию которую ты заверенно знаешь что скорее всего неправильно но это возможно как способствует работе и продвижению как ну скажем как правильно сказать это как способствует развитию ваших отношений до чтобы вы работали дальнейшем месте то есть это достаточно сложно работать над единством да это как некое единство я не скажу что у меня были хорошие напарники скажем нет все напарники были хорошие просто с какими-то удавалось лазить проще с какими-то было сложнее естественно но я просто от каждого взял какую-то часть и это невероятно невероятно важно то есть когда я помню некие трансферы какие-то раз мне не особо нравились да но потом под конец трансфера я понимал что бренда вот благодаря этому человеку я вот взял вот это вот это или разве какие-то другие качества то есть и тогда приходит понимание почему бог именно сделал сделал именно так да никак иначе так что напарники это невероятно такая такая тема которая скажем она она достаточно тяжелая сложная на миссии но при этом если мы правильно я думаю что это можно сказать что это инструмент который очень хорошо работает если мы правильно его используем то есть если у тебя в руках молоток то ты можешь только забивать гвозди да а если тебе дали вот такой другой инструмент каждого дела есть свой инструмент мне кажется просто такой инструмент для того чтобы ты мог очень много научиться и в первую очередь не кажется единство это очень важный принцип это точно да и но я добавлю это правда инструмент и при этом скажем у меня был напарник с которым я не очень хорошо ладил но теперь мы вспоминаем все все то время которое было может не самым радужным почему-то вспоминаем слух как было весело как было здорово я только по какой-то причине это всегда так то есть все что было тогда уже не особо важно потому что мы все изменились мы наделали кучу ошибок но при этом мы все разве мы все развились мы все стараемся делать то что правильно и вот этот единственное единство которое приходится со временем в напарничестве она не дается просто так естественно но это невероятно говорил моя учительница по физике это тут это тяжелый тут слушай а вот используется сейчас книга проповедовать евангелие мое конечно а вот там есть в этой книге такая рекомендация что каждую неделю у вас будет так называемое общение с напарником компейненшип инвентарий называется когда ты общаешься и высказываешь свои недовольства но в том числе и чем ты же тебе нравится в напарнике что не нравится вот вы какой тема опыт с этим расскажи я любил компейншип инвентарий я не знаю если миссионеры любят эту штуку но мне нравилось делать это потому что я ну помню время когда какой-то момент мы это не делали да и тогда вот за весь период который у нас там было все что мы его не делали накопилось столько различных недопониманий каких-то таких вот маленьких вещей да которые потихоньку скажем так съедали вот тут все отношения с напарниками но когда мы делали компейншип инвентарий когда возможно какой-то там начало бурный там бурный диалог начинался в конце как-то вот так вот утихал все какие-то конфликты сходили на нет потому что мы понимали почему так поступила человек почему не так то есть как-то очень полезная вещь я любил эту штуку компейншип инвентарий я считаю что я скорее всего будут использовать там когда я буду уже в браке невероятно важная штука потому что именно разговоры и общение открытое общение помогает понять позиции позиции разных людей потому что мы все разные мы не можем думать одинаково у нас каждого свои какие-то мнения позиции так далее и компейншип инвентарий невероятно важный инструмент и круто круто что тебе эта штука понравилась потому что таким самом деле она не нравится и там написано что нужно раз в неделю общаться да то есть когда вас там есть и дэй по моему да я не помню точно когда свободный день и есть возможно не буду врать сейчас но существо как бы раз в неделю практиковали ли уже панера под конец миссии каждый день когда вот возникает что-то в ситуации прям вот сразу чтобы не ждать недели или прямо вот вы сидели ждали на сейчас будет понедельник я скажу да есть интересная история как один старичный который приехал из америки он служил в америке по моему четыре года потом приехал сюда он рассказывал как в одном из его округов были сестры которые не очень хорошо ладили друг с другом и одна сестра она специально ждала компейншин минатория записывала каждый косяк своими напарник то есть если по какой-то момент она записала что то случайно или специально пнуло камень и тот попал и я их ногу слегка ну типа небольшой камешек какой-то но записала прям так и гнева и потом на компейнши в аудитории все обсуждали это это естественно бред я не был сторонником всего этого то есть у меня был все время напарник наверное было третье напарничество когда у меня была такая позиция, что не надо ждать, надо просто говорить. Если что-то накопилось, что-то не так, просто надо поговорить. Да, то есть у нас было какое-то определенное время на неделе, когда у нас будут вот мы сейчас делаем компенсию на Торе, но возникали, естественно, моменты, когда нужно было это делать просто неотложенно. Интересно, я тоже замечал, что когда ты сразу решаешь этот вопрос, потому что, как говорил Христос, прежде чем принести какую-то жертву, какой-то дар Богу, иди сначала примирись с своим братом. И только потом приноси мне вот этот дар или жертву. И мы чувствовали, с напарником поссоримся, идем с ним, и я понимаю, с нами нет духа вообще. То есть мы не можем людям о Боге говорить, когда у нас между друг другом нет единства. И все. И вот мы вроде как продолжаем на автомате идти там с людьми разговаривать, а они чувствуют сразу, что у нас конфликт, что у нас нет единства. И все. И как бы с такими людьми ничего не получается. То есть у нас должно быть всегда единство. И так настолько сложно, да, ведь? Потому что ты находишься человеком 24 на 7, и у тебя постоянно должно быть вот это чувство, чувство единства. Следующий вопрос. Следующий вопрос я хотел задать. Что, по-твоему, было самым сложным на миссии? Напарники. Я могу сказать, с уверенностью. Ну, это реально так. Я не знаю. Миссия в целом, в самом деле, сложная. Наверное, больше раскрою эту тему. Вообще, когда я поехал, ну, когда, скажем... Вот, кстати, сейчас, извини, что перебью себя. Ты мог бы раскрыть немножечко вот вашу организацию дня? То есть стоял ли кто-то над тобой? Говорил тебе, что делать? Куда идти? Планы для тебя строил там? Или вы там 19-20-летний парни сами поднимались в 6.30 утра, никто, камеры, веб-камеры не стоят у вас в квартире? Ну, расскажи вот этот момент. Да, это хорошо. Это некая самодисциплина, которая нужна на миссии. То есть расписание дня. Ну, в начале моей миссии, поскольку я был молодым, я сразу начал служить в трио. То есть нас было трое, потом нас было четверо. Ну, короче, там хаос происходил. В начале было очень странно и весело. Но поэтому я не особо понимал, что мы делаем. То есть в основном расписание составляли уже мои напарники. А я такой, ну окей, ладно, мы это делаем, делаем, делаем. В время моего второго напарничества мы уже делали вместе все. То есть мы вместе планировали и так далее. Естественно, за нами никто не следит. Никто не следит, чтобы мы встали там в 6.30, чтобы мы сделали зарядку, чтобы мы там почистили зубы, приняли душ и так далее. То есть какие-то такие вещи. За нами, естественно, никто не следит. Но скажи честно, иногда просыпались попозже, не в 6.30? Конечно. Это бывает такое, когда... А, вот есть интересный момент. Мой тренер всегда говорил о том, что в 6.30, когда мы встаем, или в 10.30, когда мы должны спать, самое важное в 6.30. Это просто встать с кровати, как минимум, а в 10.30 нужно быть уже в кровати. И не важно, типа, что, там, ты спишь или не спишь. Попахивать парисейством каким-то. Да, я попахиваюсь парисейством, потому что не совсем так, на самом деле, все. Но, на самом деле, это все равно помогало мне. То есть, конечно, бывали моменты, когда мы настолько уставали, что в 6.30 снова вставать никому не хотелось. Мы, типа, могли встать там в 7, но мы все равно вставали примерно в это время. Вот. Но мой тренер, он делал как? Он встал в 6.30, по будильнику, шел, садился за стол в свое кресло и спал там. Да, 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 спал. Да, красавчик. Вот, поэтому было прикольно. Было весело. Но я думаю, что это еще, на самом деле, вопрос зрелости, да? То есть, никто не ожидает, что ты приедешь на миссию и будешь суперзрелым, что ты будешь суперорганизованным, что ты будешь знать, как штопать носки, как готовить себе еду, поднимать себя за шкирку в 6.30 утра идти на улицу с людьми и знакомыми, разговаривать с утра до вечера, да, это, ну, как бы никто не ожидает, что ты будешь к этому сразу же готов. Да, ведь что это процесс. Кто-то говорит, что можно поехать на миссию, а можно стать миссионером. И вот, наверное, мне кажется, когда человек едет на миссию, это один из этапов, как человек может стать настоящим миссионером, да? Да, это все верно. Да, супер. Следующий вопросик у меня. Как ты думаешь, вот из всего, что ты уже сказал, как можно измерить успех миссионера? В чем он заключается? Слушай, это хороший вопрос, потому что я не знаю. Я не знаю ответ на это. Естественно, ну как, нет, я знаю ответ. Ответ написан в PMG, проповедуйте у Ангели моего, о том, что успех миссионера не зависит, какая у вас статистика или что-то в этом роде, как много воскрещения. Но для меня лично почему-то, даже когда я старался себя настроить на то, что, окей, мы сделали что-то, окей, мы сделали вот это, может, не так хорошо получилось, но мы сделали, все равно как бы не было чувства такого удовлетворения у меня. Я не знаю, наверное, это связано просто с моим характером. То есть, что мне хочется именно видеть некий результат, к которому мы все ведем и стремимся. Но это очень важно, конечно, вот осознавать, что успех, он не зависит от цифр. Потому что, когда начинаешь констерироваться над цифрами, то очень быстро происходит выгорание, потому что зачастую ничего не происходит. Ничего не происходит. Планы, они не выполняются. То есть, мы поставили определенные цели, мы делаем вообще там все, что можем, а цели не выполняются. Просто потому что. И тогда вот происходит некое, так, почему, как, за что. Но вот именно конечно понимание того, что ты делаешь все возможное, а все остальное надо отдать Богу, это вот надо развивать такое понимание. Потому что это достаточно сложно. Мне было сложно достаточно. Мне было проще видеть, скажем так, то, что мы достигли определенной цели, такие, да, типа успешные. В этом плане. То есть, цели важны, но это не самое важное, да, получается? Да. Но на миссии, скажем так, мы не знаю, никогда в жизни я так много целей и планов не ставил. Но с другой стороны, это было нереальным благословением для меня, потому что я научился, как ставить цели и как планировать. И я продолжаю использовать это сейчас в своей жизни. Супер. Супер. То есть, вот мы немного поговорили о том, чем успех не является. Да, то есть, постановка цели, это замечательно. Но что же выделяет успешного миссионера? Вот, допустим, как ты под конец своей миссии ощущал? Ты выполнил все, что от тебя Бог ожидал? Или ты чувствовал, что, ну, какое-то разочарование? Я вот это не сделал, вот это не сделал. Какое у тебя было чувство под конец? Поделись, пожалуйста. Чувство под конец моей миссии? Я думаю, я чувствую, что я выполнил все, что хотел, скажем так. На самом деле, успешный миссионер, что я лично заметил, могут быть, я думаю, это те миссионеры, которые выполняют правила, зачастую. Те, кто выполняет правила, те, кто получает вот именно настоящую радость от миссионерской работы. Я не был каким-то супер-миссионером, если честно. ну, я не считаю, по крайней мере, себя какой-то там. У нас была фраза такая на миссии, мы называли каких-то очень крутых миссионеров, или там, типа, мы называли их легендой. То есть, ой, это легендарный миссионер. Я не считаюсь каким-то легендарным миссионером, и я, наверное, никогда им не был. Были очень классные миссионеры, такие как, ну, Старишна Ли, не знаю, может, кто-то его узнает. Старишна Ли, кто у нас еще? Блин, Старишна Рассен. Ну, а что, что делает их такими уникальными и там, звездными? Я думаю, просто реально они любили, любили миссионерскую работу. И это вот, наверное, самый важный показатель успеха. То есть, ты получаешь от этого процесса удовольствие, и люди видят, наверное, в твоих глазах счастье, и хотят к тебе немножечко это счастье у тебя тоже получить, да? Да, да. Ну, вот, допустим, мне всегда было сложно, скажем, ворваться в чужую зону комфорта, да, попросить к кому-нибудь в метро или где-нибудь еще и просто начать какой-то диалог, или вообще сразу о религии говорить. А некоторые у нас там, ну, невероятно просто. Они, вот, Старичный Фит, к примеру, он очень хорошо играл в шахматы, и когда он видел, как кто-то в метро сидит там, в приложении шахматы играет, он сразу бы сказал, о, типа, тоже играть в шахматы, какой у вас ранг там, типа, если все-все-все. Для него это было вообще как, ну, расплюнуть сделать. Я всегда смотрел на них, я думаю, блин, вот это легенда, то есть, типа, они делают так, и... Ну, это, я тоже заметил у американцев, у них более открытая такая натура, они легче знакомятся с людьми, но в то же самое время многим тяжело выстраивать такие глубинные взаимоотношения, что, мне кажется, разные культуры немного по-разному к взаимоотношениям относятся. Окей, слушай, ну, то, что ты сказал, мне очень понравилось, потому что малыми простыми средствами мы знаем, совершаются великие дела, да, и тот человек, который в малом верен, да, как вот в современных писаниях написано, да, то есть, Бог, он поставит его над многим. Мне кажется, что этот принцип, он очень хороший, потому что от нас Бог не ожидает, что мы все будем звездами, что мы все будем красавчиками, со всеми без страха разговаривать на улице. Для меня это было сложно. Я не могу сказать, что я просто ходил так же, вот как ты говоришь, и блистал тут со всеми, со всеми, мог легко заводить беседы. Для меня это было сложно, да и сейчас сложно, несмотря на то, что уже так много времени прошло, так многому научился, все равно это сложно. Но ты, когда преодолеваешь какую-то свою слабость и доверяешь Богу, то ты видишь, как он работает над твоей слабостью и помогает тебе ее преодолевать и делает из тебя такой очень успешный инструмент. Допустим, Моисей, он не мог говорить нормально, то есть выступать он публично вообще не мог. Хотя Бог ему говорил, давай, Моисей, иди вперед. По сути, да, пророк, он должен уметь говорить, но не умел он говорить, косноязычным был. Дал Бог ему Аарона, Аарон вместо него говорил. Это вот как раз таки напарничество, мне кажется, у одного слабость есть, другой его какой-то своей сильной стороной закрывает. Вот ты чувствовал в напарничестве вот эту вот поддержку, когда вы друг друга поддерживали, один силен в одном, другой силен в другом, или ты мерк просто, как ты говоришь, на фоне каких-то там звезд и не знал, куда тебе деться? Слушай, хороший вопрос. Я думаю, с какими-то напарничествами так и было, что мы реально поддерживали друг друга. Ну, и это были золотые напарничества, на самом деле, мои самые любимые. Вот. Но всегда все равно есть какие-то вещи, в которых, допустим, это как-то глупо осознавать, на самом деле, ну, допустим, если сравнишь с американцами, да, я мог, ну, как говорить на русском, отлично. Ну, да. Я мог прекрасно понимать собеседников в то время, как они, к примеру, могли... Читать между строк мог. Да, что-нибудь такое. Но при этом, кстати, вот все равно у меня был напарник, который тренировал, он был, ну, тоже американец, он хоть и не умел хорошо говорить на русском, но его вот это вот решимость, ревение к проповедованию, то есть, именно вот его дух такой, то есть, он был готов выучить русский язык за месяц, что, честно, так не происходит, да, нужно очень много времени потратить на это, но я очень во многом научился от него, то есть, и на тот момент я уже был достаточно таким, ну, скажем, здесь фраза, пожилой миссионер, с неким таким бэкграундом, с опытом, и все равно я вот от нового миссионера я научился очень многому. Так что, я думаю, да, были такие ситуации, были такие напарничества, когда в чем-то был силен я, в чем-то был силен другой, и, ну, это, скажем, идеальная коллаборация, идеальная такая синергия, когда так происходило. Классное слово, да, синергия, потому что мы вместе можем гораздо больше, чем поодиночке, работая вроде как над одной и той же целью, да, очень круто. Иногда, вот ты говорила еще немного раньше про выгорание, был ли у тебя на миссии такой момент, когда ты, как бы, сказал, все, я уже, я не могу это делать, я уже, я устал. Что тебе помогало продолжать такие моменты? Да, было, было не раз, был даже момент, когда я реально хотел уехать домой, потому что, ну, было все очень странно, все как-то не складывалось, и произошло, на самом деле, это после, вот, как раз-таки, февральских событий, когда все американцы уехали. И ты, захватил и коронавирус, и это. Да, и коронавирус, и все, все, все. У тебя вообще такой гибридный был момент. Короче, да. Расскажи-ка поподробнее. Что именно по-другому? Про... Как вот это все повлияло на твою решимость? То есть, мне кажется, в такие моменты ты начинаешь задаваться вопросом, как бы, что происходит вообще, и что я тут делаю? И особенно, когда миссионерская работа, она чем хороша? Тем, что ты знаешь, что будет завтра, ты знаешь, что тебе нужно встать завтра с утра, почистить зубы, как ты говорил, пойти с людьми разговаривать. А тут, хоп, ничего нельзя делать, кроме как чистить зубы и читать сущие написания, там, да, все твои друзья, знакомые, миссионеры уезжают, ты остаешься один. Вот как вот вот это тебя ударило по тебе? Скажем, поскольку я не знал, каково это служить вне карантина, да, и всех этих обстоятельств, наверное, для меня это было, ну, как бы нормой. То есть, что мы делали, допустим, беседы не вживую, а онлайн по зуму, сидя в квартире. И как-то для меня это не было каким-то прям важным критерием, что вот, там, раньше все ходили, я тоже хочу как раньше. Нет, у меня никогда не было таких мыслей. Но вот когда случились в райске события, когда все американцы уехали, мой презент миссии, закончил миссию намного раньше, чем я мог ожидать. То есть, по плану, по идее, мой презент миссии должен был уехать домой буквально за месяц до того, как я бы уехал домой. И это было идеальным раскладом, потому что те миссионеры, которые служили при разных презентах миссии, они, ну, понимают, что это такое, когда у тебя был сначала один руководитель, а потом приезжает другой, который все вот прям выворачивает наизнанку, бывает, просто все меняет, и ты такой, а, что происходит? происходит. То есть, ну, вот было, то есть, такое, что вот вся моя миссия, которая была до этого, она просто исчезла. Просто исчезла буквально за пару дней. И такой резкий переход сказался на очень многих миссионерах на самом деле. Я скажу так, что для меня было достаточно, не то, что просто, но я смог адаптироваться в конце концов ко всему этому, но все равно было тяжело. Миш, скажи, пожалуйста, вот чему, ну, как тебя подготовила миссия к твоей будущей жизни? Какие навыки ты приобрел? Как ты думаешь, которые помогут тебе дальше? Сложный вопрос для меня. На самом деле, я не знаю, что меня ждет в будущем. Представь, что ты сейчас на собеседовании находишься на работе. Давай, расскажи, с чем ты силен? В первую очередь, я думаю, самое важное, что я узнал, я узнал то, что Иисус Христос мой Спаситель и Искупитель. И я могу сказать, что я обратился в веру во время моего служения на миссии. И на самом деле, это самое важное знание, которое в целом миссионер может, скажем, взять со своей миссии. Потому что, если человек, приезжая с миссии, не понимает этого, то в моем понимании, человек служил просто так все эти два года, сути служения как бы и не понял. И поэтому даже в периоды сейчас очень сложно после миссии на самом деле поддерживать духовный уровень, который у тебя был тогда. Это практически невозможно на самом деле. Потому что я сейчас учусь в Удивере, я живу в общежитии с ребятами, которые не поддерживают такие... Ну, не то, что не поддерживают, они просто не знают, что как бы надо следовать таким принципам. Они просто живут, они живут, как жили. А я, который приехал с миссии, где никто матом не ругается, где никто не курит, не пьет и так далее. То есть надо снова адаптироваться ко всем этим обстоятельствам. и, конечно, свидетельство играет невероятно важную роль именно в том, чтобы удержаться вот именно после миссии. Потому что даже мне было порой тяжело. Вот. И, наверное, это, да, самое важное знание, за которое надо удержаться. И следующее знание, которое я приобрел, это планирование, постановка целей. я люблю ставить цели, люблю планировать. У меня есть недели, когда я не планирую лично, да, и я понимаю, что неделя просто как-то вот, ну, ни туда, ни сюда, как-то вот она идет. И вот идет. И нет какой-то продуктивности, нет какой-то радости от выполнения каких-то поставленных задач. И поэтому вот это вот знание, которое я приобрел, тоже очень важно. Невероятно важное знание, наверное, которое я смог приобрести эсумиссию, это как ладить, наверное, с людьми, ладить с напарниками, что, скажем, бежать из конфликта это не всегда выход. Бежать от проблем это не выход. Нужно их решать и нужно решать их вместе. И это очень сильно помогает, поскольку, опять же, я же в общежитии с другими ребятами, то есть мы там втроем в одной комнате. Конфликта хватает. Да, ну, не то, что в конфликта хватает, но они возникают. Рано или поздно в любом случае конфликты возникают. И вот можно решать эти конфликты правильно, потому что какие-то маленькие вещи, они могут уничтожить любые отношения. Критика какая-то, осуждение, все это яд, который разрушает отношения. Не только там в браке, но и вообще в целом между людьми. Так что, да, такие знания, которые я взял. Есть еще очень много всего. Я думаю, просто не хватит времени, чтобы... Слушай, надо такие классные выбрал, на самом деле. Кто-то спросил однажды Горнобихинкли, как мне подготовить моих сыновей, моих детей на то, чтобы служить на миссии. Он сказал, есть две вещи, которые можете сфокусироваться. Как готовить еду и как ладить с людьми? Вот ты одной из них назвал сейчас. Мне кажется, это очень круто. По поводу, кстати, готовить еду. Ты научился на миссии готовить еду? Да, но в целом я всегда как... Я готовил с моей мамой, поэтому какие-то навыки у меня были. Но именно полноценно самостоятельно что-то пробовать и готовить и так далее. Я вот на миссии, да, я начал. И это, на самом деле, очень помогает в отношениях, кстати, что Горнобихинкли просто это как-то, не знаю, еда всегда скрепляет людей вместе. Если ты умеешь вкусно готовить, это определенный плюс. Это да, кстати, я тоже заметил, что у меня забавная история была. Мы шли с моим американским напарником, моим тренером по улице, и он показывает мне на крапиву, такой говорит, сорви, пожалуйста, вот это растение. Я на него смотрю, вот он с другой планеты, как бы человек приехал там из Ют, да, где перекати поля, там пустыня, горы, вот, и мне показывают на крапиву, которую он никогда не видел, да, он никогда не знал. Кто-то над ним так прошутил, он сорвал, как бы обжегся. Вот, я так смотрю на него, я говорю, а ты знаешь, что крапиву можно есть? Он такой, нет, нет, что ты мне рассказываешь? Я такой, ну смотри, я, короче, срываю крапиву, идем домой, и я готовлю ему суп из крапивы. Он такой, нет, ты не будешь это есть по-любому, нет. Я такой, ну смотри, и начинаю, короче, есть суп из крапивы, и говорю, ты попробуй. Он попробовал, и ему так понравилось, он потом на конференциях зоны рассказывал всем, всем просто миссионерам, это, короче, вообще невероятная вещь, мы просто шли по улице, он увидел вот это вот растение, которое жгется, он приготовил, поел, короче, а он такой рассказчик был, вообще, очень крутой, у нас президент миссии там что-то вещал, и потом он вещал, и у него как бы, вокруг него больше даже внимания было, чем вокруг президента миссии. Да, история, история прикольная. Слушай, что бы ты посоветовал тому человеку, который сомневается, ехать им на миссию или нет? Уходя немного в сторону. Хороший вопрос, что я посоветовал. Дело в том, что просто я, хотя нет, я бру, были сомнения на самом деле, когда я уже отправил документы, и вот сюда настаёт тот момент, когда ты вроде получил призвание, ты просто ждёшь, когда, ну, ты поедешь. У тебя, кстати, этот промежуток длинный был, когда ты ждал своего призвания? у меня был длинный промежуток, потому что подал документы, я уже, кстати, не помню когда, мне кажется, это был февраль, получил я призвание в районе марта. А, в рожде, то есть вообще быстро, в течение месяца? Ну, типа, да, я получил призвание, но просто мой призыв был на весну, на апрель, а тогда у меня была учёба, и мне надо было закрываться, то есть закрывать сессию, чтобы мне дали академию, и я отложил, естественно, я сказал, можете, пожалуйста, отложить, и я поехал в итоге в начале сентября. Вот. Так что, это личный промежуток, естественно, приходится мнение, с Астана он никогда не дремлет, он прям посылает какие-то ситуации, и сейчас я, наглядываясь назад, понимаю, что все эти вещи, которые держали меня тогда, они вот, ну, абсолютно не важны бы, да, и когда возникают такие сомнения о том, что как же я оставлю вот, не знаю, моих друзей, для кого-то семья может быть таким предлогом, потому что кому-то сложно семью оставить, для кого-то сложно оставить, там у него есть уже работа, или там учеба, то есть, и все такие вещи, я бы дал совет просто не думать об этом, как не париться, все оставить на Бога, потому что я такой некий живой пример того, что Бог реально устроил все в моей жизни так, как оно, вот, так оно и есть. Я никогда в жизни бы не подумал, что я смогу учиться в московском ВУЗе, никогда в жизни бы я не подумал, что я смогу здесь в Зеленограде жить, да, или так, убивать в каких-то успехах, то есть, ну и все. Миша, я тебе скажу, что это только начало, это только, даже понятия не имеешь, что Бог для тебя приготовил, это да, и вот это всегда, это, скажем, такая, это такой урок, доверять Богу, который такой длиной в жизнь, мы всегда учимся ему доверять, и в случае с миссией, это тоже доверие, мы отдаем, на самом деле, это вот те, кто едут на миссию, они для меня герои, потому что добровольно отдают, два, или сестры, полтора года своей жизни, на то, чтобы поехать на миссию, все мои знакомые, которые нечлены церкви, когда я им говорю, что я еду на служение, типа там, два года, они там, палец уиска крутили, или, ты что, дурак, ты два года просто выкидываешь, да, но если бы не эти два года, я бы, не знаю, где я сейчас был, я бы, наверное, там и остался бы в этом Томске, живя с бабушкой, короче, и, ну, ничего бы я толком не научился в своей жизни, мне кажется. Очень круто, спасибо огромное, это очень классный принцип, на самом деле, как говорил Христос своим ученикам, когда их посылал тоже на миссионерскую работу, он им говорил, что не берите с собой ни с умы, да, ни еды, ни второй одежды, идите, и Бог о вас позаботится. Это, кстати, очень классный принцип, вот я почему-то сейчас вспомнилась, это из Священных Писаний, когда ты говорил о том, что все оставить на Бога, довериться Ему и уйти, и посмотреть, как он из твоей жизни сделает просто конфетку, это очень классный, классный, классный совет, спасибо тебе огромное. Слушай, в конце, вот, спасибо тебе огромное, потому что, во-первых, что ты согласился, пришел, рассказал нам, в конце хотелось бы проверить, вот сколько уже, как ты вернулся домой, сколько уже прошло? Сейчас считать надо, я в августе вернулся, то есть, сколько? Чуть больше полугода, да, получается? Да, полугода. полугода прошло, а ты, в принципе, еще свежий, свежий такой миссионер, вот хотел бы смоделировать такую ситуацию, ты сейчас знакомишься с каким-то человеком, и вот тебе одна минута, чтобы представить твое послание, миссионерское, можешь что-то сделать, буквально одну минуту, если мы сейчас засечем, засечем? Это проблематично. Всегда должен быть готов, вот разбуди тебя посреди ночи, всегда должен быть готов свое послание донести, буквально, вот очень-очень сжато, коротко, чтобы заинтересовать человека. Окей, хорошо, ты засек? Да, поехали. Хорошо, да, здравствуйте, мы несем послание надежды и любви, который управляет к нам наш любящий Небесный Отец. Мы верим в то, что Он Отец наших духов, и Он послал каждого из нас сюда, на эту землю, чтобы мы прошли некие испытания. И цель нашей жизни всегда, ну как цель нашей жизни, это вернуться обратно к Нему, в Его присутствие. И мы верим в то, что это было бы невозможно сделать без Иисуса Христа, который умер за каждого из нас. И каждый из нас, в том числе и я, я получил ответ от Бога, что это истина, что Иисус Христос, Он правда Спаситель и Мой Искупитель. И вы также можете получить ответ, ответ о том, что Бог вас любит, о том, что Иисус Христос пострадал лично за вас. Вы можете получить ответ через молитвы и также получить ответ, общаясь с нами, наверное. Минута закончилась? Чуть больше минуты прошло, но очень круто получилось, спасибо. Ну, смотри-ка, у тебя еще, в принципе, навык имеется, миссионерский, молодец. Я все еще помню первый урок и, наверное, помогает то, что сейчас я провожу некие уроки по подготовке к миссии для молодежи, которые собираются на миссию, поэтому я все еще помню. Практикуете с ними вот эти короткие такие штуки. Очень классно. Спасибо тебе, Миша, огромное. Может быть, ты еще что-то хотел бы под конец добавить? Какое-то заключительное слово, мысли, какие-то, чувства? Да, думаю, я бы хотел добавить очень быстро. Скажем, когда вот я уже был готов поехать на миссию, буквально, по-моему, за неделю или две, президент моей миссии, который там, новосибирской миссии, нужно проходить с него собеседование. То есть, и я помню этот момент, у нас был президент Лэмп, может, кто-то его знает. Невероятно классный дедушка, который был всегда такой добрый, улыбчивый. Но я помню, когда я проходил собеседование у него в кабинете, он знал немного русский, он говорил со мной на русском. Он был невероятно серьезен в тот момент. И он сказал мне о том, что как миссия, это очень тяжелое, скажем, даже испытание какое-то в моей жизни. Это очень серьезная вещь. Ты уверен, что ты готов? И он на меня смотрел так, я никогда так не чувствовал себя. Пронизывающий такой взгляд, да? Я такой, блин, да вроде да, я всегда хотел, я вроде, ну, как все уроки там прошел, да, и стараюсь жить по Евангелию, то есть, у меня семья в церкви. Но на тот момент я реально как-то, блин, а реально готов ли я? И я ему сказал неуверенно, но да, что я готов. И затем он сказал вещь, которая на самом деле меня и держала в течение всей моей миссии, то, что я не уехал домой, да, он сказал мне, что тогда я не желаю, чтобы ты вернулся раньше срока, раньше времени. Из-за каких-то там своих личных моментов либо депрессии какой-то, я не желаю, что ты так сделал, типа служить до конца. И тогда я просто осознал, вот именно, что это правда, это очень серьезно. Хоть я и не понимал, когда я сел в самолет, и когда я лечу уже, ну, там, в Москву, я просто лечу, я такой, что происходит вообще, куда, что, это новая глава в моей жизни, да, я уже был на самом миссиональном служении. Я не совсем понимал, что ожидать, да, от миссии. Но то, что сказал мне Present Lamp, это было абсолютно так. То, что миссия, это действительно очень тяжелое испытание, но те, кто прошел это, они, в итоге мы видим, да, многие руководители сейчас в церкви, они, скажем, стали теми, кем они есть, во многом благодаря своей миссии. я жизнь, ну, типа, я не могу представить свою жизнь сейчас, если бы я не служил, и, наверное, я бы призвал вот каждого, кто готовится, вот, готовьтесь усиленно, и, скорее всего, я вас разочарую, наверное, вот эта подготовка до миссии, она, естественно, поможет вам, но это будет абсолютно все по-другому, не так вы представляете. Это всегда так, я не знаю, как так происходит, ты вроде думаешь, окей, надо будет что-то делать, одно, причащая миссия, это все абсолютно по-другому, это намного сложнее, чем ты думал, и все вот так. Но я бы еще хотел принести свое свидетельство о том, что я знаю, что с Христом возможно все. Я был сам свидетелем этого, и я лично для себя знаю, что Он мой Спаситель-Искупитель, что Его искупление, которое Он принес ради меня и ради каждого из нас, это невероятная сила, которая может помочь в преодолении любых проблем, любых трудностей. Как бы тяжело нам не было, как бы сложно не было миссионерной миссии, всегда стоит уповать на Бога, всегда стоит уповать на Спасителя, потому что именно Он дает силы. И я благодарю тебя, Дим, за подкаст, за то, что была возможность вспомнить все это на самом деле, потому что нам совестно всем все забывать, и была это хорошая возможность вспомнить вообще чем-то, каково это было тогда. Спасибо тебе, Миш, спасибо, что ты согласился. поделился своим свидетельством и своей историей. Каждая история уникальна, и каждый путь, каждый человек, у него есть свой путь, и у тебя очень-очень красочно интересный путь. Мне очень понравились, очень понравились твои мысли, и вообще каждый раз, когда миссионеры собираются вместе, бывшие, вернувшиеся, и разговаривают на эти темы, всегда прямо такой сильный дух присутствует, дух единства, и как бы на одном языке разговариваем, это, конечно, очень круто. И отчасти поэтому у меня возникло желание начать этот подкаст, чтобы можно было познакомиться с теми смелыми, как ты вот говоришь, героями, которые решили поехать на миссию, оставить все в руки Бога и поехать. Это, конечно, очень круто. Спасибо тебе огромное. Желаю тебе удачи в твоей учебе и во всех твоих планах, начинаниях. К сожалению, не все вопросы мы смогли с тобой обсудить, но, может быть, мы еще раз тебя пригласим через какое-то время, особенно, когда твоя сестра еще вернется. Вас двоих было бы круто пригласить из одной семьи двух миссионеров. Вы, кстати, как я понял, пересекались на миссии тоже, да? Да, пересекались на миссии. Это, наверное, был единственный человек. Хоть сейчас в правилах нет того, что старичные не могут обнимать там, типа, девушек. Мы давали, короче, ну, это был единственный человек, которого я мог без проблем обнять. То есть, он, она моя сестра, почему нет? Ну, да. Что было забавно. Прикольно. И не все, наверное, знали, да, что она твоя сестра. Что он делает? Она обнимает сестру миссионерку. Ну, по идее, все знали. Мы старались, скажем так, делать это не публично, да, не очень публично. Обычно это было просто на конференциях миссии, когда вот все миссионеры, они как бы прекрасно все знают, мы могли обняться. Но это было круто, на самом деле. Я очень рад, что моя сестра, она тоже решила ей служить. и во многом благословит ее тоже. Хоть она и во многом лучше меня, потому что, наверное, моя мама объясняет тем, что она просто второй ребенок. Девчонки всегда лучше парней. Сори, конечно, парни, но я как бы знаю свою жену, могу это сказать смело. Что да. Ладно. Миша, спасибо тебе огромное. Еще раз, я всех вас призываю, кто смотрит. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и делитесь этими видео со своими друзьями. Мы также постараемся заранее в соцсети, в Facebook выложить или там ВКонтакте информацию о нашем следующем госте, чтобы вы могли задать ему вопросы в комментариях. И если вы хотите какие-то конкретные вопросы задать, пожалуйста, их пишите. Также мы читаем книгу Мормона вместе на этом же канале в отдельном плейлисте. Можете посмотреть, читайте с нами. Читаем, размышляем, делимся своими мыслями. Ну что, тогда увидимся в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok